Всем привет! Кажется понятно, на что теперь будет давить проармянское лобби в России в попытках втянуть нашу страну в армяно-азербайджанские разборки. Как-то у них не очень прокатило на первых порах напоминание о том, что Армения, как и Россия, член ОДКБ, и тут верные союзническому долгу русские просто должны, должны вмешаться. Ну, потому что их союзнику угрожает опасность. Поняли, что самой Армении ничего не угрожает, на ее границы никто не нападает, поэтому оснований для вмешательства ОДКБ или России в рамках союза ОДКБ нет никаких. Ну, не могут же, не могут они успокоиться. Им надо, им надо втащить русских парней на эту территорию, знаете, где постреливают. Да, вот была тоже, кстати, такая гениальная идея, тоже пару дней мы ссорили, о том, что русские миротворцы должны встать между армянами и азербайджанцами. Это долг русского народа практически. Русские должны, потому что, ну, русские же всегда давали понять, что Кавказ это зона, их влияние. Вот, чтобы подтвердить свое главенствующее положение в этом регионе, именно русские миротворцы должны встать между стреляющими, противоборствующими сторонами. Наше руководство тоже осадило предлагающих это той простой формулировкой, что для того, чтобы вводить миротворцев, нужно согласие, а еще лучше просьба обеих сторон конфликта. Потому что подставлять наших парней под пули, снаряды, бомбы, да, вот как-то не сильно охота, при том, что, ну, нет желания у вас помириться. Поэтому нафиг, 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 нафиг. Уж точно российские парни, русские парни в основном гибнуть там за чьи-то чужие интересы не должны. Тоже как-то, знаете, не про каналов. Новый заход-то тоже посидели, покреативили. И в студии у Соловьева, у того самого, так вот, переживающего за армян и тепло относящегося к армянам, по его же признанию, Соловьева, вот, и он сам, и Багдасаров, так, знаете, вот, на подпевках друг у друга, друг другу помогая и дополняя, вот они, новый заход для вмешательства, даже не просто для вмешательства, обязана, вот они, вот они все время давят именно на то, что Россия обязана туда влезть, вот именно всей своей военной мощью, обязана, вот прям вот по уши, ногами в жир, обязана Россия влезть в эту войну. Послушайте, какие основания на этот раз скреативили армянские россияне. За Кавказье способно стать новым плацдаром для международных террористов и заявление директора службы внешней разведки Сергея Евгеньевича Нарышкина, который сообщил сегодня, что в зону конфликтов потягиваются сотни и даже тысяч наемников международных туристических организаций, это, конечно, очень серьезное заявление, которое никак не спишешь. При том, что Сергей Евгеньевич напрямую указал, что это международные террористические организации, такие как Джабхат Аннустра, Перхат Хамза, Султан Мурат, а также экстремистских курских группировок. Вот это обозначает, что, судя по всему, и на одну, и на другую сторону могут идти. Хотя, как мы знаем, у турах есть свои специфические отношения с рядом курдов, о чем активно рассказывал Семен Аркадьевич еще несколько лет назад, когда говорил, как один из руководителей иракских курдов, прикладывая руку к груди, говорил, что Эрдоган брат и торговлю нефтью... Я с тех пор говорил, слушай. Я правильно помню? Очень правильно, да. Какие-то те, кто и в самой Турции есть такие организации. Я вот все помню, что вы говорите. Семен Аркадьевич, давай со всей большевистской решительностью скажи мне, что происходит? Ну, что происходит? Это то, что приходилось говорить уже, наверное, достаточно неоднократно здесь у тебя. Мы воевали в Сирии, а сейчас мы видим целую плеяду террористических группировок, в том числе, о которых, говорит, директор службы разведки у наших границ на Южном Кавказе, да? Ну, Нусор, это Аль-Каида, так, между прочим, да? Все группировки, которые входят, вот, протурецкие, больше половины, они числятся террористическими, через Совет Безопасности ООН, и по значительной части, естественно, числятся добавок у нас, да? Что-то мы должны делать. Вот это, на самом деле, для нас самая страшная и главная новость. Они находятся непосредственно на нашей границе. 80 километров. Да, 80 километров. Значит, мы должны принять меры. На самом деле, это вопрос номер один. Это важнее, чем Карабах, Киргизия и так далее. Они у наших границ. Значит, что мы делали в Сирии? Мы говорим, мы боремся на дальних подступах с терроризмом и наносим там удары. Ну, извините, вам не кажется, что здесь нужны удары? Садович, что делать? А по международному праву мы имеем возможность? Конечно, конечно. Американцы же уничтожают террористические группировки, не в зависимости от мнения тех стран, на территории которых они находятся. Если эти группировки числятся у нас в списке террористических, конечно, да. Значит, мы должны поставить ультиматум. В данном моменте, если Азербайджан на их территории находится, хватит играть туда-сюда, делать какие-то хитрые финты, чтобы в течение двух-трех дней, кратчайший срок, все эти группировки были убраны с территории Азербайджана. И они должны выйти, если нет, по ним наносится соответственно удар. Борьба с терроризмом. Святое дело, да? Россия не может позволить себе, чтобы в ее подбрюшье прямо-таки у самых границ формировались и закреплялись террористические какие-то организации и группировки. Иначе ж потом на носу это перекинется. Поэтому Россия вот сейчас вот должна именно что вдарить по ним на территории Азербайджана. И пофигу, как к этому отнесется мировое сообщество Азербайджан. Ведь Россия нападает не на Азербайджан, а на террористов там будет переманывать. Очень хороший заход, да. Да, и кстати, это же не просто так. Вот для России, я так понимаю, что это очень важно, это принципиально важно именно для людей с кавказским менталитетом. На слабо разводить, да? Для России это вопрос принципа и репутации. Я еще раз говорю, зачастую в этих группировках воюют бойцы, бывшие боевики, как угодно их называйте, исламского государства, которое вообще весь мир признал террористическим. И вдруг они у нас здесь, на Южном Кавказе. Ну слушай, дальше некуда. Значит, они должны убраны, по ним нанесены удары. Мало того, сейчас мы узнаем, что не только с Ближнего Востока они прибывают. Сейчас группировки, опять заявление, да, значит, наших официальных лиц, они прибывают из Пакистана и Афганистана. А это что за группировки? Это то, что я тебе много раз говорил, называется группировки террористов центрально-азиатского происхождения. Проще говоря, там бывшие, нынешние как угодно граждане, выходцы со Средней Азии и многие из наших некоторых регионов. Слушайте, ну дальше некуда. Ну пришли, приехали из Ближнего Востока, из Пакистана и Афганистана, они оказались здесь. Мы говорили, наше мягкое южное подбручье, которое несколько тысяч километров до границы Афгана-Таджикса находится. Там собираются террористы. Да они не там собираются, несколько тысяч километров, они здесь, несколько десятков километров от нашей границы. Дальше терпеть это нельзя. Кроме всего прочего, что это угрожает нашей национальной безопасности, это еще и угрожает нашу имиджу. Имиджу государства, как борца с терроризмом. Мы не должны этого допустить. Удар должен быть нанесен незамедлительно. Два-три дня это может даже не надо ждать. Ну вот, ну блин, ну что тут еще сказать. Все, Россия обязана влезть в этот конфликт именно потому что? Именно потому что терроризм. Да, и надо бороться с терроризмом всеми доступными методами. Ну что тут еще можно возразить? Вот я говорю, вот они сидят и креативят вот новый повод за поводом. Когда у них предыдущие попытки не срабатывают, значит не надо успокаиваться. Надо придумать что-то новое. Вот у них прям вот горит, у них прям вот прет изо всех щелей вот это желание втянуть Россию туда. Чтобы русские парни гибли, хрен пойми за какие интересы, хрен пойми кого там. Я не очень хочу, чтобы происходило именно вот по этим основаниям. Просто мне интересно, вот как вот тут вот извиваются и как себя проявляют, ну очевидно, проармянские лоббисты, да еще в эфире федеральных СМИ. То есть это эфир канала Россия-1. Как им всячески подпевает и помогает формулировать вот эти смыслы. Вот маршал пропаганды, такой плотненько завязанный на нашу власть тот же самый вечерний Соловьев. Вот как-то странно, при том, что они, знают они, не знают, или им наплевать, потому что интересы армянской общины, как бы армян для них на первом месте, что я еще могу понять и признать за Багдасаровым, но очень странно, что Соловьев в это же подрубается, что интересы именно что армян для него на первом месте, и получается, что они шкварят. Но вот видите, они выставляют в неудобное положение, в таком, в плохом свете выставляют российские власти. Россия не вмешивается напрямую в конфликт, мы это видим. Мы пытаемся решить этот дипломатический путем. Россия решает гуманитарные задачи во всем мире, безусловно. Здесь же мы не говорим о вооруженном вмешательстве. Дело не в этом. Но вот обратился там глубоко уважаемый, там сам Вэл Карапетян, правильно сказал, что это надо решать, надо наводить мир. Обратился Рубен Варданин, правильно, это российские граждане. Говорят, надо наводить мир, но убедить бесполетную зону, что сложно, что ли? Легко. Легко. Но тогда это будет касаться международных... Я хотел бы, чтобы и азербайджанские, тоже, скажем так, российские граждане азербайджанского происхождения, имеющие влияние в своей стране, тоже бы высказали свое отношение, что нужен мир. Введение бесполетной зоны это международный режим, поэтому сами одним мы вводить ее не будем. Мы можем это сделать, но этого делать не будем. Это уже вопрос к нашему руководству. И вот, извини, на территории со всеми с нами государства, непосредственно близко от нашей границы, находится... Легко, вы меня о чем убеждаете? Я как раз и говорю, что это надо делать. А мы будем править, что это надо делать. Меня призывают. Вы представляете, да, американцы говорят, ой, вы знаете, мы не можем нанести удар по Сирию, там международный режим. Американцы вообще не поймут о чем, что-то слово произойдет. Владимир, давайте зададим себе вместе вопрос, соответственно... А мы его и задаем. Вот и хорошо, прекрасно. Пусть нам ответят. Мы его и задаем. Пусть нам на это ответят. Почему до сих пор этого не сделано? Война в 80 километрах от наших границ. Значит, это надо делать, так? Вот и все. Но российская власть при этом дает понять всячески, что мы не хотим вмешиваться. Мы хотим отстраниться. Более того, вот это вот сакраментальное заявление Пескова, что... Как можно вмешаться больше, чем вот сейчас Россия участвует в этих вопросах? Когда его спросили, будет ли Россия как-то активизироваться и более какое-то плотное, более весомое участие принимать в тех событиях. Песков сказал, что вы хотите? Больше, чем мы сейчас уже участвуем, участвовать невозможно. Ну, у меня, конечно, есть другие оценки. Но это позиционирование Пескова значит позиционирование нашей власти. Их официальная позиция, что мы по полной программе и большей степени участия, значит, не предполагается. Мы не собираемся. И тут вылазит Багдасаров, ему вторит Соловьев о том, что Россия обязана вмешаться и расхерачить всех террористов. Нормально. Я говорю, Песков отстраняется, мы не лезем. Нет, 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 что вы, нет, мы не так вот. И эти, нет, а там террористы, вы обязаны, вы обязаны, вы обязаны. И это на всю страну. Я говорю, подставляют по полной программе позицию Верховного руководства государства. Почему? Ну, у меня вот одно объяснение, что интересы армянской диаспоры, армянского народа, армянского лобби для них на первом месте. И это гораздо важнее, чем соблюдать и выдерживать интересы именно что официальной позиции российской власти. Российская власть хочет все-таки быть в стороне, не вмешиваться. В эфире федеральных каналов, вот такие оголтелые типы, типа Багдасарова, пытаются найти обоснование, почему Россия не просто хотела бы, могла бы, ну хорошо бы, если было бы, то обязана, обязана вмешаться, чтобы репутацию защитить, сохранить, чтобы навести порядок, чтобы показать всем, кто там хозяин. Обязаны мы послать русских парней туда, чтобы разобраться со всеми бармалеями, да. Пускай армяне с ними разбираются. Ну, это моя позиция, но вот я говорю просто вот, как подставляют представители армянского лобби российскую власть в эфире российского государственного федерального канала. Это прекрасно. Неужели за такое вот, за такую самодеятельность ничего не будет? И Соловьеву там не цикнут, и не слышат, ты тормози, а ты что творишь-то? Да. Ты кем нас выставляешь в глазах общественности? Получается, что если после этого не последуют реакции от российского руководства, получается, да, они как-то так, знаете, чуть ли не пособники террористов будут. Ну, как-то вот все признают, что там есть террористы, там все дела, и никакой реакции, никакого участия, никаких бомбежек, никаких ультиматумов. Да, репутация нашей российской власти в таком случае пошатнется и внутри страны, и на международной арене. Благодаря кому? Благодаря Багдасарову и Соловьеву. Они умеют это делать, они это делают. Скажет ли им спасибо Песков Путин? Вообще наша власть? Я не знаю, но это подстава. При том, что очевидно, что ради интересов определенной этнической группы, да, будут засаживать, скажем так, позицию руководства своей страны. Молодцы, молодцы, молодцы. Что думаете на этот счет? Как по-вашему, подставили ли Багдасаров и Соловьев руководство Российской Федерации вот этими попытками вынудить вмешаться в тот конфликт, в который, ну, очевидно, что руководство нашей страны, по крайней мере, на данном этапе, не проявляет никакого желания более активно вмешиваться? Является ли это подставой? И должно ли руководство страны среагировать на такую подставу, при том, что это все несется в эфире федерального канала «Повторяю»? Вот, напишите ваши оценки в комментариях, там мы будем обсуждать, спорить или соглашаться, ну, это уже по факту. Если понравился ролик, понравился разбор, согласно с моим мнением, моими оценками, то просьба поддержить ролик лайком, репостом, комментарием. Это помогает продвигать его по сети, пусть побольше людей посмотрит, оценит, выскажутся, что думают на этот счет. Предлагаю подписаться на канал Абзац-2 тем, кто еще не подписан на мой канал, а те, кто уже подписался, попросить, рекламируйте, продвигайте его среди ваших знакомых, друзей, близких, чтобы и они имели доступ более такой плотный и более прямой к контенту канала, чтобы они отсматривали ролики, обдумывали излагаемую в них информацию, формировали свое мнение, свою позицию, высказывали потом это все в комментариях. Напоминаю также про функцию на Ютубе, замечательную, колокольчик-оповещатель. Нажимаете этот символ, и система после этого будет присылать вам оповещение о появлении на канале новых роликов. Очень удобная опция, кстати. Ну, на этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok